Доброе утро, уважаемые трейдеры! Мы рады приветствовать вас в информационном канале компании ИнстаФорекс. С вами я, Екатерина Недачина. Последние данные по темпу экономического роста Германии не обеспокоили экономистов, трудящихся в составе экспертной группы Бундесбанка. Вчера в ежемесячном отчете немецкого Центробанка была отмечена уверенность в том, что экономика ФРГ будет постепенно набирать темп благодаря укреплению потребления. Экономисты и немецкие предприятия в своем стратегическом планировании больше не полагаются на внешний спрос и экспортные поставки. Основной задачей Центробанка и монетарных властей в текущих экономических условиях в мире должно стать стимулирование именно внутреннего спроса. На прошлой неделе отчет Федерального бюро статистики ФРГ Ди Штатис обескуражил своим содержанием. Предоставленные показатели не дотянули до прогнозных значений. Вместо ожидаемого квартального роста на 0,5% и годового прироста на 1,3%, рынок узнал о темпе в 0,3% за первый квартал этого года и росте на 1,1% в сравнении с показателем 2014 года. В Министерстве экономики ФРГ полагают, что ВВП по итогам этого года поднимется к 1,8%. Однако, несмотря на весь оптимизм ведущих экономистов Германии, в Бундесбанке признают, что активность предпринимателей, особенно в промышленном секторе, остается вялой. И сегодня участники рынка уже не ждут хороших новостей из публикации Центра европейских экономических исследований. Трейдеры предполагают, что индикатор экономических настроений от ЗЕФ за май месяц снизится с 53,3% до 49,5%. Каким на самом деле будет содержание этих отчетов, вы узнаете из информационных выпусков на сайте компании ИнстаФорекс. Увидимся!